Южная Африка. Где находятся страны Южной Африки? Страны Южной Африки лежат к югу от водораздела рек Конго и Замбези и их притоков. Каковы особенности природы этих стран? Большая часть территории Южной Африки находится в пределах тропического климатического пояса. Однако климат западных, восточных и центральных районов сильно различается. На востоке, на склонах драконовых гор и низменностях, прилегающих к Мозамбикскому проливу, в течение всего года господствует влажная и жаркая погода. Дожди сюда приносят постоянные ветры пассаты, действующие с Индийского океана. Это область влажно-тропического климата. У Атлантического берега Южной Африки в течение всего года стоит теплая погода. Средняя годовая температура около 20 градусов. Дожди здесь очень редки. За год выпадает около 50 миллиметров осадков, но воздух насыщен водяным паром. Вдоль побережья Атлантического океана простирается пустыня Намиб. Вы уже знаете, что климат приокеанических пустынь – следствие влияния холодного течения. В пустыне Намиб много эндемиков. Самые известные из них – вельвичия. У этого растения всего два похожих на ленты листа, вьющихся по земле. Когда водяной пар конденсируется на их поверхности, влага поступает внутрь клеток растения через поры. Центральную часть Южной Африки занимает впадина Калахари. В эпоху более влажного климата у ее северной границы располагался большой водоем, в который впадало множество рек и речушек. Сейчас здесь полупустыня. Климат Калахари мягче, чем климат Сахары, поэтому растительность здесь богаче, особенно много различных видов акаций. Самая крупная река Южной Африки – Замбези. На ее берегу неподалеку от водопада Виктория стоит памятник Давиду Ливингстону, который открыл этот водопад. Сток реки Замбези сильно колеблется по сезонам года. Летом она полноводна, а зимой объем воды резко сокращается. Колебание стока Замбези отражает изменение количества осадков по сезонам года в субэкваториальном поясе, в пределах которого расположена большая часть бассейна реки. Для того, чтобы колебания истока в течение года были не столь заметны, на Замбези построено одно из крупнейших в мире водохранилищ Кариба. Кто населяет Южную Африку? Большинство стран в этой части континента были колониальными владениями европейских государств. Последняя колония, Намибия, получила независимость только в 1990 году. Европейских колонизаторов привлекали полезные ископаемые стран Южной Африки – алмазы, золото, руды. Самое большое по численности население государства на юге материка – Южноафриканская республика ЮАР. Его история начинается с момента объединения английских колоний и бывших бурских республик, завоеванных Великобританией в ходе Англо-Бурской войны. Бурами называют себя потомки голландских, а также французских и немецких колонистов. Современное название страна получила в 1961 году после провозглашения независимости. Состав населения ЮАР очень разнороден. Кроме белого меньшинства, потомков европейцев и черного большинства африканских народов, здесь проживают и выходцы из Азии. ЮАР – самая богатая страна континента. В ней хорошо развита горнодобывающая промышленность. Ведется добыча разнообразных полезных ископаемых – каменного угля, алмазов, золота, руд металлов, которые в основном вывозятся в другие страны. Кроме того, ЮАР продает за границу фрукты. Большая часть южноафриканцев живет в городах. Столица страны – город Притория. Особенностью ЮАР является большое количество заповедников и национальных парков, созданных для охраны животного и растительного мира. Туристы, посещающие национальные парки, приносят немалый доход в казну государства. Самым большим является национальный парк Крюгера, расположенный на северо-востоке страны. Среди представителей животного мира – слоны, леопарды, буйволы, носороги и гиппопотамы. Большая часть Калахари находится на территории государства Батсвана. По полупустыне кочуют бушмены – коренные жители Южной Африки, которые были вытеснены в засушливые районы более воинственными банту. Во внешнем облике бушменов сочетаются черты монголоидной и негроидной рас. Они живут в хижинах и сучьев, обтянутых шкурами. Бушменов, чей образ жизни остался таким же, как у предков, немного – около 3000 лет. Остальные переселились в города. Жители Батсвана в основном занимаются животноводством. В странах Южной Африки, как и в других частях материка, в семьях обычно много детей. Важной проблемой для этих стран стал рост численности населения, а также увеличение количества жителей, являющихся носителями вируса иммунодефицита человека, вызывающего СПИД. Выводы по теме Африка. Африка – второй материк после Евразии по размерам. Она пересекается экватором почти посередине, поэтому большая ее часть находится в жарком поясе. Африка – самый жаркий материк на Земле. Ее север – зеркальное отражение юга. По обе стороны экватора повторяются и климатические пояса, и природные зоны. Африка – это континент, численность населения которого растет самыми быстрыми темпами. Африканские страны большей частью бедные. Жителей занято добычей полезных ископаемых и сельским хозяйством. Крупные плантации тропических и субтропических культур соседствуют с мелкими крестьянскими земельными участками, которые обрабатываются вручную. Вырубка лесов, перевыпас скота, истребление диких животных привели к нарушению равновесия природных комплексов. Африка сегодня – это континент с очень тревожной экологической ситуацией. Однако, наличие редчайших памятников древних цивилизаций и экзотической природы привлекает в некоторые страны миллионы туристов.